В конце марта сотрудники Пинского ГОВД в процессе контроля дорожного движения остановили автомобиль, в котором кроме двух молодых людей, жителей города Пинска, находилось 6 канистр по 20 литров каждая с дизельным топливом. Общий объем составил 120 литров. И хотя молодые люди уверялись, что топливо принадлежит им для личного пользования, правоохранители усомнились в этой информации. В ходе разбирательства установлено, что данное топливо они незадолго до остановки похитили из топливного бака фуры в одном из гаражных кооперативов города Пинска. В ходе дальнейших проверочных мероприятий сотрудники уголовного розыска также установили причастность этих мужчин к еще одной краже, но уже 450 литров топлива, также из фуры, которая припаркована была вдоль проезжей части города Пинска. В ходе проверки выяснилось, что днем молодые люди изучали гаражные кооперативы, неохраняемые стоянки города и близлежащих населенных пунктов в поисках припаркованных большегрузных автомобилей. А ночью выходили заниматься преступной деятельностью. Они сливали солярку из топливных баков, транспортных средств в свои канистры и уезжали. Хочу обратить внимание владельцев и водителей грузовых автомобилей, что оставляя без присмотра свои транспортные средства в жилых, пешеходных зонах, а также прилегающие территории, они не только создают условия для совершения хищения в отношении их собственности, но и нарушают правила дорожного движения, за что могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение правил стоянки и остановки. По данным эпизодам проводится проверка. Молодые люди являются подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному за кражу.